приветствую что же настало время абсолютно точно просимулировать пару бит для этого нас существует вот такой абсолютно точный симулятор бит он перешел в какое-то новое состояние вроде реляксесса или что-то в этом роде ну собственно неважно пойдем сразу компанию пойдем сразу смотреть так будем брать количество какая прелесть запинать ну что я и уже собственно от корки до корки прошел все что было в компании как сбросить прогресс я нашел но мне это не помогло видимо нужно перезагружаться игра пока недостаточно оснащена всеми нужными опциями такими как убрать тряску экрана к примеру я не нашел и как сбросить прогресс я собственно тоже в самой игре не нашел там есть какой-то способ через реестр все это дело сбросить но не знаю я сбросил могут результаты насколько понял никакого нет визуально у меня все уровни доступны вот сама игра конечно шедеврально знакомые до более знакомых графика наверно бесплатного что ли шопа unity это короче какой-то обдон собственно такая же как for the king еще в нескоких проектах как мобильных игр так и полноценных так сказать игр на пк вот единственное что во время прохождения конечно много много боли принес рандом который здесь активно присутствует то есть ну процессе процессе вы увидите что одна и та же битва она может пойти абсолютно по-разному с одной стороны это хорошо но иногда вызывает очень-очень-очень-очень много боли ну в этом наверно и прелесть этой игры потому что когда игра безболезненно она не такая интересная вроде пока неплохо если они сейчас не начнут стрелять друг друга это будет совсем хорошо ну молодец под моим попал давайте залп но еще одного и не убил какой же изобилие ценных моментов предоставляет табс красота так ну будем надеяться что сработает почти идеально ну значит ну 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 так что мы тут сделаем посмотрим отлично корольки разлетелись корольки бесполезные но очень неприятные не затащили по сути по старой доброй традиции попробуем взять спамом конечно за этим спамом поставить еще и рейнджевиков ну давай еще один каст зачем ты подходишь в упор вот зачем просто абсолютно волшебным и чудесным образом он смог выиграть ладно так а мне еще не дают этих товарищей ладно что тут с ними делать так вот эти рожевики я слишком длинные может ребят с камнями поставить какую-нибудь мага и здесь на подкрепление будет толпа самых дешевых товарищей мне кажется или мартом завалил так один парниш утонул ну маг еще что-то может даже в состоянии отравления короче маг просто зарулил разобрел всю ситуацию что вы скажете на это какая чудесная компания маг мамонт и какой-то самый дешевый чувак ну маг как обычно как всегда мвп просто убил посох что с ним такое вообще короче у меня какой-то задний даб получился окей так ребята с козами и друзья работаем по старым чертежом пусть так вот там еще и карлика в кустах дофига по-другому мамонт держись держись блин по моему чифа того куда затоптал Нормально, Мамонт справился, Мамонт молодец Тут сразу, сразу, сразу Мне кажется, не сработает это дело Ворона снесут Не успеет он второй раз каждать Так, не пойдет Вот эти ребята дольше простоят, интересно Ворона чуть подальше попробуем поставить Нет, дольше они совсем не простоят Ну, давай, залп, залп давай Не дам Так, ладно, ворона нафиг Сколько у нас, полторы тысячи Ну-ка Что у нас крестьянство против армии сможет поставить? Довольно много, я хочу вам сказать Ну не пропускай ты, молодец Косари Всех разнесли Да, тележка тут Че-то как-то Не очень Странные дела Ладно Так, кто он, кто у нас Кто может Опять Трикосы С карликами Так, минус один карлик О, нет Так не пойдет Заспамить, что ли? Не, ну лучники прямо Которые по ассисту бьют Это Сила Давайте Давайте, давайте, ребята Ну что Просто так тюки, что ли, дали Работайте Блин, сейчас бардов будут гонять Не надо Втроем за одним бардом Идти Пожалуйста Это Еще одна печаль этой игры Забавный Но Довольно Тупой Ии Ну и вот такие Вот такие вот баги Когда они застревают Друг в друге Конечно Там Бывают офигенные Веселые моменты Но Когда из-за этого Ты проигрываешь битву Очень печально Вот это вот Спрыгнули И все И до свидания Хотя Хотя они могут выбраться Ясно Понятно Попробуем еще раз Сейчас я не удивлюсь Если мы проиграем Еще приедем Потому что они вот Пошли кучей Их вообще осталось Троя У вас их осталось К этому моменту Пятеро и больше Так Вот Вот Гоните Гоните этих бардов Пусть они спрыгивают Сами только не прыгайте Пожалуй Одним Ладно Один прыгает Держись Там как-нибудь Мы тебя достанем Сейчас Фиг с тобой Так Главное Что мы выиграли Так Катапульта Это серьезно Два ворона И десять карликов Это еще серьезнее Замечательно Просто замечательно Так Рыцари Король Хилеры Ну До вилки Тут ставить Вот эти Уил Парл Пэрл Ставить Смысла нет Потому что Они туда Катятся И будут Таковыми А уж Точки Четыре Воронов Это Еще Та Имба Давайте Хилеров Хилеров Вырезайте Отлично Выпустил Ворон И умер Это правильно Всегда Бы так Мне даже На секунду Показалось Что эти Товарищи Как их там Зовут Скайр Кроул Они даже После того Как выпустили Вороны Видели Что на них Идет враг Они Пятились Назад То есть Кайтили Это Прям Что-то С чем-то Обычно Тут серые Живики Прут Вперед Несмотря Ни на что Так Щитовики Сарисы Как их зовут Кстати А Шилберер Крик 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 М М А Сколько он Стоит Стоссетки Много значит один рыцарь с его у нас больше всей этой толпы замечательно ну-ка покажи свой последний удар красота так эти как зовут гоплиты гоплиты можно конечно попробовать вот так но маловероятно это нормально попали вообще прям остросюжетный боевик про античность забавно не так реализовали эти юниты вообще все юниты на самом деле очень забавно реализованы сама задумка очень забавная ладно пойдем дальше так это у нас уже что-то серьезное лучники лучники заспамить толпой сквайров наш ставить дорогие юниты против баллисты особого смысла не имеют они стреляют очень сильные по одной цели когда ну здесь было видимо исключение в оба померли что это четко как-то плохо получилось надо разбить их на команду поменьше ну-ка хрена еще сделано виде такого значка мира что вы не можете что с ним разобраться давайте рассредоточиться он даже одна баллиста подыгрывает чего вам нужно только добежать все так сарисы сарисы и минотау так вот посмотрим на эту суровую битву все минус минус 2 минотавра там еще на барды гонят всех молодец забил барды иди сюда умирать убил ударом в колено так давай теперь нам дали всяких античных персонажей против викингов так баллиста баллиста ну давай зерц покажи расскажи нам что такое 220 какой давай давай а тут еще кто-то остался вдалеке нет не катит нельзя нам тут кого-нибудь предыдущего не катит ладно наверное гоплитов правильно вот так 60 ну ладно пусть будет так что-то там пару гоплитов сразу по ледяной стрелец еще у него щиты вроде закрыться что ли не могли блин замораживаются они очень быстро вот эти ледяные лучники это наверное имба или номер один или номер два в тапсе ярлы 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 ну вряд ли что-то выйдет хорошая но посмотрим Посмотрим. Главное задержать этих... Блин, одного яблок снесли, а с остальными они не успеют просто справиться. Огонь! Ну, такое себе. Не буду смотреть на это избиение. Что если по приколу поставить лучников, которые стреляют змеями? Это, конечно, гениальная идея, что лучники стреляют змеями. Делают они это настолько долго, и причем пока, видимо, их змею не убьют, они не стоят и смотрят, как их будут вырезать. Ну и плюс стреляют в пропасть. Это вообще у всех лучников. Так, ясно, товарищи. Пошли вон, вы уволены. А сколько у нас тут всего? 4800. Может, два зевса все это дело раскидают? Ох, как там зевса, блин. Опор накинули. Так. Нет. Зевса у нас будет один. Блин, кому тут ломать щиты? Некому. Некому ломать щиты. Некому. Может, вообще нет никаких зевсов, просто тройка минотавров? Ну, вот так. Две сарисы. Ну, вот так. Две сарисы. Бьют. Бьют. У них раш есть. Они умирают. Нет. Все равно. Хотя, может быть, минотавр, зевс. Немножко гоплитов. Готовы использовать врагов как оружие. Сейчас зевсу сзади нападают. Блин, ну три ярла живых. Что с ними делать? Два ярла живых. Один мертвый зевс. Все. Готово. Так. Зевс пошел вон. Все-таки два этих минотавра, они как-то более... Ну, тогда три было, но они получше отвлекали. Сейчас, может, баллистами просто этих ярлов разнесут. Я надеюсь. Ну, чуть-чуть не хватает. Ну, все, этого ярла уже не успеет. Да. Ярлы злые. Давайте еще раз. Так, в этот раз осталось двое мелких шилдеров, не шилдеров. Это вообще что-то сломалось. У них у обоих что-то сломалось. Что-то не так с щитами явно. Ну, стреляй, что ты делаешь? Зачем? Да, ты, детка. Какого-то... Ту-ку. Хилfen, знаете, где быть. Мне кажется, мы не могли заснять. Что-то прорвť. Пу-ку. Ага. Пу-ку. О, пусть. Пу-ку. 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 Крэн. Читов. Ну,ied. Читовы. Какой-то... Пу-ку. Так, такая. Пу-ку. Минус Ярл Номер один Минус Ярл номер два Сейчас у него будет битва один на один с Гоплитом Все Спасибо Как он эффектно полетел Ладно Средняя армия Средняя армия, три ярла Нельзя тут Ничего такого использовать Ну Можно попробовать Ради интереса Трех Зевсов Ну и блин, опять тут эти лучники ледяные Хорошо, что у Зевсов И вообще у юнитов Куда попадают ледяные лучники У них снижается только скорость передвижения С чего эти ярлы сделаны Столько электричества Просто Зевсы По ассисту Уже сняли, по-моему, только одного ярла Кстати, по-моему, они могут победить Ну, нужно сделать Вот такую вещь Просто Прикошетом всех лучников Те, молнии Правда, они, по-моему, своих щитовиков уже Перебили ее там, по-моему Взяв с один, застрелить Пытался Вот зачем только вы подходите Боги Вы же боги Зачем вы подходите От claro,OTT Возьми ahlяяяяяяяяя Прикут не хватает вы нафиг этих пугов ничего не не могут минотавры ясно приплыли на то уж сразу отъезжают пойдем как обычно я все-таки очень хочу поставить этих лучников чтобы они хоть хоть что-то делали вот змеи вынесли лучника замечательно но осталось два ярла все что ли его змея убила баллиста а ты бы спасибо остался топор змеи а ярл улетел куда попала шею куда-то что ребят вы молодцы ты молодец где-то тут хочу посмотреть на твое одухотворенное лицо так кораблики как же она лагает на этот фланг не хватил их надо было их подальше поставить кораблик эти в некоторых ситуациях очень интересная вещь потому что по сути это пять юнитов за тысячу и они вот своими веслами такими же как у царисы то есть у них очень живая милишная атака иногда просто спасают тут будут уровни по которые которые без них просто не пройти так ну вот приветственную компанию мы как она там интродукте он мы прошли так и на этом наверно пока остановимся потом посмотрим adventure и челлендж ну да собственно сброс мне никак не помог у меня все так же осталось ну ладно я думаю это не сильно помешает потому что уровни так или иначе идут друг за другом что ж до встречи а